Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать на мой канал. Канал, на котором мы каждый день говорим о криптовалюте. Подписывайся, если еще не подписан. Сегодня поговорим о том, как группа инвесторов манипулировала рынком ради того, чтобы отобрать наши биткоины. Поговорим о хороших новостях для эфира и юнисвапа, а также о том, что произошло в США. Если что, таких событий было всего два за всю историю, и они экстремально бычи для криптовалюты. А закончим мы с тобой самым худшим сценарием движения цены биткоина, который я хочу показать тебе ради перспективы. Пару дней назад мне позвонило несколько друзей и сказали, мы привезем тебе свои деньги, только вложи их в крипту, прямо сейчас, максимально быстро. В этот момент я подумал, рынок ожидает падения. Дело в том, что они относились к биткоину очень скептически, когда тот падал два года подряд. Затем сомневались на его росте до 60 тысяч долларов, и уже после достижения этой отметки кинулись ко мне с просьбами помочь вложить их денежки в крипторынок. Когда это произошло, я задумался. А вдруг индикатор P все-таки прав, и мы все-таки входим в медвежий рынок? На самом деле, ребята, так как я в этом пространстве собираюсь быть всю свою жизнь, меня это не очень волнует. Но многих этот вопрос живо интересует. Сегодня произошло событие в Соединенных Штатах, которое происходило всего лишь дважды за всю историю. И оно кажется мне причиной все еще оставаться позитивным по отношению к будущему не только биткоина, но и криптовалюты в целом. Причем быть позитивным не только в этом году, но и спустя 10 лет тоже. Управление валютного контролера Соединенных Штатов предоставило сегодня стейблкоину Paxos федеральную хартию на создание Национального трастового банка. Это третья такая хартия, которую OCC предоставил криптовалютным компаниям. Очень бычье событие для крипторынка. Тем временем, биткоин выпал из этого восходящего клина, еще и пробил два следующих сильных уровня поддержки. И похоже, таки направляется к нашей цели в 43 тысячи долларов. Начало ли это медвежьего рынка? Я так не думаю. Посмотри, сколько таких огромных коррекций было на бычьем рынке 2017 года, когда биткоин падал чуть ли не в два раза. Если он сейчас упадет в два раза от крайнего пика, то его цена будет около 30 тысяч долларов. И даже тогда, ребята, даже тогда я не буду думать, что это уже начало затяжного медвежьего рынка. Потому что на бычьих рынках такие масштабные коррекции вполне себе естественное явление. Здесь я хочу обратить внимание только лишь на один важный момент. Многие говорят о коррекции цены биткоина. Но никто не говорит о временной коррекции биткоина. Я имею в виду, что мы уже 10 дней подряд падаем. И чем дольше это падение будет продолжаться, тем больше людей будут думать о том, что это медвежий рынок. Особенно новички. Они могут закончить тем, что просто отдадут свои монеты в более сильные руки. Кстати говоря, это и происходит. Об этом говорит ончейн-информация. Главный экономист Chain Analysis утверждает, что данные в сети показывают, как большая группа богатых инвесторов приобрела биткоинов на значительную сумму в 24,5 миллиарда долларов за последнее время. Давай разберем этот график, который на первый взгляд весьма непонятный. На самом деле этот анализ учитывает то, как долго инвестор держал свой биткоин после того, как его купил. На этой диаграмме указано, сколько биткоинов было куплено по разным ценам за последние несколько месяцев. Мы видим основные точки накоплений. Это 55 800 долларов и 54 500 долларов за биткоин. Эти богатые инвесторы держат от 100 до 1000 биткоинов сроком от 1 до 3 месяцев. То есть, все эти накопления были совершены за последние 3 месяца. При этом мы видим, что активность за последние 2 недели даже увеличилась. Группа состоит из около 1000 инвесторов. Всего 1000 инвесторов купили биткоинов на 24,5 миллиардов долларов. Вероятно, когда биткоин будет стоить 70 тысяч долларов, эта же группа инвесторов устроит очередную коррекцию рынка, заодно выпустив немного негатива в средства массовой информации. Я все еще остаюсь оптимистом по отношению к эфиру, несмотря на его проблемы, которые могут решиться уже 14 июля 2021 года. Именно в июле запланирован выход обновления EIP 1559 в главной сети эфира. Как только это обновление будет запущено, с каждой транзакцией будет сжигаться часть эфириума. Причем речь идет не просто о том, чтобы переслать эфир с одного адреса на другой. Кроме этого, сжигаться монеты будут при любом другом действии с эфиром. На DEX, на Uniswap, на сделках смарт-контрактов и так дальше. Эфир будет сжигаться всегда и навсегда при любой активности. Однако не стоит обольщаться, это обновление в разработке уже несколько лет и множество раз переносилось. Будем надеяться, что июль это окончательная дата и очередного переноса мы не увидим, потому что в противном случае рынок может отреагировать не совсем позитивно. В любом случае это обновление будет уменьшать предложение эфира. В связи с этой новостью я хочу показать еще одну, которая тесно с ней переплетена. Она касается, конечно же, Uniswap. Uniswap развернул смарт-контракты для своей долгожданной версии 3.0 для всех четырех основных тестовых сетей эфира. Это очень хорошие новости, которые привлекут больше спроса в этой сети. При этом я хочу напомнить, что торговые объемы Uniswap постоянно растут, как видно на этом графике. А недавно впервые в истории превысили 10 миллиардов долларов за неделю. Тенденция очевидно растущая. Кроме этого, ребята, есть еще кое-что позитивное, что касается Uniswap. Количество поисковых запросов, связанных с Uniswap, на историческом пике. Это очень позитивные новости для Uniswap и, соответственно, эфира тоже. Кроме этого, можно сделать вывод, что люди начинают видеть ценность в децентрализованных биржах, в так называемых DEX. Закончить я хочу этим видео, в котором рассказывается о самом медвежьем сценарии для биткоина. Причем этот сценарий выглядит даже логично. Просто хочу дать эту перспективу для размышлений и выводов. Не все же в To The Moon играться. Правильно? До какой самой низкой цены в теории может откатиться биткоин? Мы знаем, что исторически 200-дневная средняя скользящая – это поддержка падающего биткоина на самом дне медвежьих рынков. Например, вот здесь. И еще здесь. И здесь. Исторически эта линия и была нашей поддержкой. Думаю ли я, что биткоин незамедлительно последует к этой линии? Абсолютно нет. Но мы же хотим поговорить о самом худшем сценарии и о том, как он будет выглядеть. Например, выйдут какие-то совершенно ужасные новости для биткоина. Что же случится в таком случае? Начнем с того, что эта коррекция была всего лишь 26%. Перед этим была коррекция в 31%. Это даже не самая худшая коррекция, которая у нас была. Но если мы проведем трендовую линию этого буллрана, мы увидим, что биткоин таки немного выпал из тренда. Еще и оттолкнулся от полосы регрессии. Посмотри, сколько раз мы пытались преодолеть ее. Но не получалось. Итак, в прошлых медвежьих рынках цена биткоина возвращалась к 200-дневной средней скользящей. Если это произойдет сейчас, биткоин будет стоить 11600 долларов. Но при этом, заметь, эта скользящая растет вверх очень быстро и с ускорением. Ее уровень поднимается на 100-200 долларов в неделю. Давай предположим, что этот мини-цикл в 2019 будет похож на этот в 2021. История не всегда повторяется, но часто рифмуется. Первое, что мы замечаем. Биткоин упал приблизительно на 72% за 259 дней. Как это будет смотреться, если случится снова? Если мы сейчас увидим падение до 70% за 259 дней, то это приведет биткоин к 18000 долларам. Тяжело представить, что биткоин упадет до такой отметки. Но это дает нам понимание того, что чувствовали люди, которые купили на этом пике и получили эту просадку. Казалось, что рост тогда продолжится. Но даже несмотря на все эти отскоки, биткоин упал таки на 72%. Но интересно, что даже те, кто купил на пике тогда и не продал, дождались этого роста. Кстати, вообще-то выглядит интересно, потому что 200-дневная скользящая, выступающая в качестве поддержки, явно нацелена на этот диапазон. Все доминошки складываются просто идеально. И если так случится, то я гарантирую, люди будут рисовать такую фигуру и говорить, что эта нижняя граница – это просто поддержка всего цикла. Вот что еще интересно. Если мы возьмем это движение и скопируем сюда, то потенциально худший сценарий биткоина может выглядеть как-то так. Если же мы спрогнозируем эту полосу логарифмической регрессии, то медвежий сценарий для биткоина может выглядеть следующим образом. Падение до 18 тысяч долларов, а затем рост до 300 тысяч долларов. Итак, ребята, это самый худший медвежий сценарий для биткоина, который в итоге все равно остается позитивным, как ни стан. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было интересным или полезным, поставь лайк. Меня это очень мотивирует, а каналу помогает расти. Также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно, Богатей. Увидимся в новом видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok